МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре операции одновременно. Универсальный культиватор, а также другие новинки выставки. И первый результат. Бычки на доращивании выросли. Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. Специализированная агропромышленная выставка, восьмая по счету, в этом году перестала быть региональной. На этот раз она получила статус окружной. Соответственно, и масштаб. Единиц техники представлено в 2,5 раза больше, чем обычно. Посмотреть, конечно, было на что, особенно бережный к растениям подборщик. Или российский трактор. Дебют на Урале. Трактор К-424. Детище Петербургского тракторного завода. Это российский железный конь. 5 лет конструкторы предприятия вели разработки, тестировали его на бездорожье, чтобы заявить на весь мир. Наш кировец не хуже иностранцев. В цене выигрывает он еще и универсален. Может быть тягачом, участвовать в дорожных работах. И, конечно, полевых. Все-таки американские машины, они больше и очень капризны в том плане, что они должны работать со своими. Если Джон Дир, то это должна быть селка Джон Дир и культиватор. Наш трактор будет работать и с Джон Диром, он будет работать и с Амичкой, он будет работать и с любым плугом, который выпущен на территории Российской Федерации. И таких сюрпризов на выставке было немало. 32 новинки – рекорд. Форум проходит в нашем регионе уже в восьмой раз, только в этом году статус его стал выше. Впервые она носит окружной характер. Здесь представлено более 50 участников из 15 регионов нашей страны. И можно ознакомиться с образцами более чем 230 единиц техники. То, что большинство машин и агрегатов отечественного производства – особенность выставки. По деньгам очень конкурентоспособные, импортные аналоги достаточно дорогие. И, что самое главное, это общение с нашими соседями, производителями позволяет двигаться вперед, стоять на месте, внедрять все самое передовое современное. Вот если бы технику собирали в Уральском округе, создание кластера по производству сельхозмашин обсудили на заседании Кружного совета по экономической политике. В соседних областях есть все условия, хотя и Тюменский регион не исключают. Но главное, чтобы техника была доступна агрария. Производители сельхозтехники должны сегодня думать, искать льготные формы предложения этой техники, для того, чтобы не только показывать, но и отдавать конкретно в руки, для того, чтобы заинтересовать, расширять свой рынок, заинтересовать производителей, как раз аграриев, именно приобретать их технику. Вот в этом плане соединение земледельцев с сельхозмашинно-строительными – это как раз наша задача. Голова может загружиться среди такого разнообразия. Но, тем не менее, руководители Тюменской сельхозпредприятий теперь в курсе. В курсе новинок российского сельскохозяйственного машиностроения. Еще есть время, чтобы сделать выбор. Новый сезон только начинается. И еще немного о новинках. Мы встретились с представителями некоторых предприятий, которые представили эксклюзивную технику в единственном экземпляре. Один из таких – универсальный культиватор, который одновременно выполняет четыре операции. Культиваторы. Ну, как правило, прицепные устройства, которые используются для определенного вида работ. А здесь на выставке представлен комбинированный культиватор. Михаил, расскажите, пожалуйста, в чем это такая универсальность этого культиватора? Данное орудие может выполнять за один проход четыре вида операции различных. Первое – это обработка дисками. Идет подготовка, разделка пожимних остатков. Дальше идет обработка лапами, различными лапами. Можно ставить обычную лапу, которая работает до 12 сантиметров. Или до лото, которое можно использовать как глубокоширитель до 30 сантиметров. Третье – это оборонки, которые выглаживают, вычесывают. И последняя операция – это каток, прикатывание, выравнивание. Такой универсальный культиватор. Он хорош, я могу предположить, на землях, которые не прошли осеннюю обработку. Да ну вот так случилось. Вот ну не прошли и все. То есть он может зайти на такую землю, неподготовленную, и все-все-все работы выполнить? Да, этот культиватор имеет очень достаточно мощную раму, которая с запасом мощности. И без проблем работает по любому фону, если даже это залежные земли, можно на небольшую глубину этим орудием работать. Настало время для подобных культиваторов, чтобы они несколько сразу работу выполняли? Или это просто нужно как-то отличаться, чтобы на рынке быть конкурентно способными? Для чего? Да нет, настало, конечно, время, потому что нужно в нынешнюю нашу ситуацию, скажем так, экономить. И много часто ездить по полю это затратно для сельхозтоваропроизводителя. И я думаю, что за одну операцию, если несколько мы сделаем, за один проход несколько операций, то это экономически выгоднее, чем работать, ездить сначала дискатором, потом культиватором, потом катками и так далее. Какую еще особенность мы не назвали этого культиватора, помимо прочего? Он недорогой. Вот эта особенность. По сравнению с импортными аналогами, это достаточно бюджетный вариант и премиум почти для всех сельхозтоваропроизводителей. В Исецке реализуется крупный инвестиционный проект по производству различных материалов из дерева. На площадке одновременно идет и строительство предприятия, и производство. Уже работает пилорама. Здесь выпускают брус, доски, а также дрова. Это предприятие замкнутого цикла от вырубки леса на арендованных делянах до переработки отходов. Тем временем в Галышманово обсуждают строительство комбикормового завода. Сельские хроники. Один из крупных инвесторов заинтересовался площадями Галышмановского комбината хлебопродуктов. Сумма инвестиций может составить 700 миллионов рублей. В прошлом году из-за трудностей с финансами там прекратили сотрудничество с сельхозпроизводителями. Пока действует только мини-пекарня. Помещение находится в долгосрочной аренде. Сейчас идет оценка имущества. В данный момент мы включаем в приватизацию все объекты комбината хлебопродуктов с целью предоставления права преимущественного выкупа. Районы области начинают готовиться к паводку. Так в Исецке потенциальная опасность исходит от одноименной реки. Она наделала шуму в 2016 году. Тогда зафиксировали максимальный уровень 6 метров 60 сантиметров. Тогда же экстренно стали возводить земляной вал. Его длина 1 километр 58 метров. Высота 5 метров 40 сантиметров. В этом году прогноз достаточно оптимистичный. Но нужно быть готовыми к любому сценарию. Поэтому как только потеплеет во всех населенных пунктах района, будут чистить водопропускные трубы. А в райцентре продолжат работы на дамбе. В перспективе еще планируется продолжение данной дамбы. Чтобы защитить южную часть села Исецкое, у нас выделены денежные средства 55 миллионов. И будет построена еще дамба заградительная протяженностью 1 километр 152 метра. В Ярковском техникуме строительной индустрии прошла встреча работодателей со студентами. Будущим поварам и трактористам рассказали об экономике района специалистов со среднеспециальным образованием. Привлечь в поля и на фермы непросто. Из-за текучки кадров предприятиям муниципалитета не хватает механизаторов, скотников, операторов машинного доения. Не все молодые люди понимают, что их ждет, когда они приходят. Кого-то не устраивает режим работы. Сами понимаете, допустим, уборочная, пассивная, от рассвета до заката необходимо трудиться. Первый результат проекта по даращиванию бычков в небольших хозяйствах уже есть. Напомню, владельцы ЛПХ получали месячных бычков по 150 рублей за килограмм живого веса. При сдаче цена вырастает до 210 рублей за килограмм мяса. Настало время возвращать теперь уже взрослых бычков. Судя по всему, первый опыт не разочаровал ни ту, ни другую сторону. Весной 2017 года в хозяйство Исельбаева привезли 50 бычков галштинофрийской породы. По договору, за 14 месяцев они должны были вырасти каждый до 400 килограммов. Однако столько весить стали через год. Слаженный коллектив, работники хорошие, корма хорошие. В прошлом году вообще заготовили. В первую очередь это люди, человеческий фактор. Даулиджан вместе с четырьмя братьями занимается выращиванием животных и полеводством. У него 160 голов дойного стада, столько же молодняка, опыт большой. Поэтому крупный региональный холдинг решил именно с ним посотрудничать. Мы сегодня подбираем людей добросовестных, которые с заботой будут относиться к этим животным и их выращивать. У нас есть прекрасные сельскохозяйственные годья, то есть предпосылки именно для развития мясного животного, что у нас полностью есть. Передача бычков на доращивание в небольшие. Но надежнее хозяйство эта идея родилась на предприятии Арсипагра. Недостаток на рынке мяса говядины – основной аргумент. Не верили, что через год мы сможем уже увидеть это чудо. Ожидали к лету где-то примерно. А сейчас вот увозим первую партию. И я думаю, что уже к концу недели примерно мы на прилавках своих магазинов можем предложить прекрасное мясо. Первые результаты такого партнерства впечатлили. В компании Арсипагра намерены стимулировать своих партнеров к сотрудничеству. При повторном заказе телят я готов для них, мы готовы, наша компания готова для них делать скидку минус 30% на следующую партию телят. Поэтому это тоже дополнительный стимул, который наша компания готова предоставить личным подсобным хозяйствам для того, чтобы вызвать интерес именно в выращивании молодняка. Сейчас на откорме в области только от предприятия Арсипагра находятся 472 животных. В Сладковском забрали, скоро за бычками поедут в Сорокинский, Викуловский, Елутровский и Ромашевский районы. Больше 35 миллиардов рублей заработали за год небольшие хозяйства региона. Но напомню, что ЛПХ в области 172 тысячи. И у каждого свой путь к успеху. Например, Екатерина Власова из Упоровского района. Начинала с 35 тысяч рублей по программе самообеспечения. А теперь у нее приличное поголовье. Когда козел Яшка чишет рога, это еще терпимо. А вот если начинает прыгать до потолка, хозяева только успевают ловить. Может разнести строение. А вот с крупнорогатыми проблем куда меньше. Спокойные они еще являются основным источником дохода семье Екатерины Власовой. Мы пробовали мясо и все. Ну, конечно, тоже вот бычка, допустим, вырастил. Вот полтора-два года вырастил. Сдал тысяч на 60, на 70 он выходит. А корова, что она телилась? Молочко сдаешь, как бы. Если вот все пять, бог даст, все нормально, пять коров сдашь. Она выходит по 40 тысяч в месяц. Несколько лет назад первую корову Екатерина купила на средства по программе самообеспечения. Денег хватило еще и на корм. Молоко сразу стали сдавать. Поняли, чтобы заработать деньги, нужно как минимум пять дойных. И стали увеличивать поголовье. Сейчас здесь 13 голов. Теперь уже думают о более комфортном размещении стада. Как потеплеет, продолжат строительство. Будет здесь молодняк. У нас телята маленькие. Хотим овец еще мы купить, нынче развести. Останавливаться на выращивании животных Екатерина не намерена. В прошлом году впервые завела гусей не для продажи, а для себя. Боятся, что на их территорию проникнем. Очень ответственно охраняют свою землю. Дело в том, что два гуся, две гусыни и одна утка совершенно случайно остались в этом хозяйстве зимовать. Но достаточно успешно пережили этот непростой период. В принципе, содержание они непривередливые. Достаточно дать зерна, вместо воды снег, ну и простор. Гусыни начали нести яйца. Хозяева хранят их дома, надеются, что весной вылупятся гусята. Станут ли гуси бизнесом, непонятно. Пока крупнорогатый скот в хозяйстве будет главным. На днях ждут очередного отела. На этом, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова